Дорогие друзья, добрый вечер. Очень рада вас всех видеть. Столь много знакомых и приятных лиц. И что сегодня у нас будет? У нас будет программа, перформанс, посвященная творчеству Велимера Хлебникова. Вы наверняка все знаете, что Велимер Хлебников является одним из основоположников направления под названием футуризм. Велимер Хлебников вместе с Владимиром Хлебниковским, но так официально считается, они основывали это направление. И в какой-то момент, когда появились эти поэты, конечно, был очень важный момент в истории развития не только литературы, но и вообще искусства. И они отказались от каких-то прибегов старых форм, хотя и, опять же, в своей поэзии использовали вот этот богатый традиционный опыт, который уже веками сложился за всю историю литературы. Ну и при этом, конечно, предложили абсолютно новый вид, новый подход к формированию звука. В общем, Велимер Хлебников в джазе. Все-таки то, что мы делаем, а мы как музыканты, которые не только играют традиционный джаз для тренирующего музыку, хотя, опять же, мы можем это делать и иногда вполне успешно. Все-таки круглый бенд, основное его направление, это, как говорится, новый джаз, импульсционная музыка. Кто-то по старинке называет это фриджазом. Так вот, по мнению многих фриджаз и футуризм, они очень близки в плане соединения и в плане поиска единого такого идейного художественного элемента. И посему, допустим, делая перформансы, в частности, по Владимиру Маяковскому или по Велимеру Хлебникову, очень легко найти вот это общее связующее звено, которое объединяет абсолютно, казалось бы, с одной стороны, да, с первого взгляда, казалось бы, абсолютно разные несоединимые вещи. Но, тем не менее, они как раз-таки очень легко связуемы. И я скажу даже больше, это не искусственные соединения, а развитие вот этих разнообразных средств, в частности, вот в этом перформансе, который вы сегодня услышать и увидите, из вот такого определенного художественного зерна. Что ж, Велимер Хлебников, проект с названием «Я свирел в свои свирели», можно сказать, что у круглого бэнда есть несколько разных проектов. Еще давно-давно, более 10 лет назад, мы в культурном центре ДОМ ставили проекты по поэзии поэтов ГУЛАГа, по Сергею Есенину, Пушкину, Есенину, а, Есениевну, ну и так далее. И, естественно, Майковский, Владимир Мусоцкий и другие разные поэты. Не так давно, вот буквально в октябре предыдущего года, нам предложили сделать проект, посвященный 30-летию Велимира Хлебникова. И сейчас до сих пор идет фестиваль, посвященный его 300-летию, и его организатором является AVC Foundation. И, конечно, они большие молодцы, что они все это делают и организуют. Просто потрясающие выставки, посвященные Хлебникову. В частности, я не знаю, по-моему, до сих пор еще идет выставка в Музее современного искусства на Гуглевском бульваре. Если у вас есть возможность, сходите, обязательно посмотрите. Это действительно выдающееся искусство наших современников, которые восстановили время Велимира Хлебникова сейчас, в нашем 21 веке. Вот мы, собственно, и два раза сыграли. Сначала на конференции, которая называлась «Хлебников в степени М». И вот на самой этой выставке, на открытии этой выставки в международном, на московском центре СССР. В общем, я уже договорился, и сам не понимал, что говорили. Итак, Велимира Хлебникова. Я сверел в свою недоговоренность. Сейчас еще одно слово. Наверное, 45 минут или час, где-то так. Так что приготовьтесь, может быть, немножко странно, но тем не менее. Итак, я сверел в свою сверень. Я сверел в свою сверень. Мир хотел в свою сверень. Мне послушные сливались звезды, плавный кружиток. Я сверел в свою сверень. Я сверел в свою сверень. И мил хотел в свою сверень. Мне послушные сливались звезды, плавный кружиток. Я сверел в свою сверень. Я сверел в свою сверень. Если я обращу человечество в часы И покажу, как стрелка столетий движется, Неужели из ваших времен полосы Не вылетит война, как ненужная ижица Там, где род людей себе нажим по чеченой Себя тысячелетиями в креслах кружитной войны Я вам расскажу, что я из будущего чую Мои начеловеческие дны. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Автобиографическая заметка Родился 28 октября 1885-го Стане монгольских исповедующих буду кочевников Имя Ханская Ставка В степи, выслухшем в дне исчезающего Каспийского моря Море сорок имен При поездке Петра Великого по Волге Мой предок угощал его кубком с червонцами Разбойничьего происхождения В моих жилах есть армянская кровь, Алабова И кровь запорожцев, Вербицкие Особая порода которых сказалась в том, что Прижевальский, Миклуха-Маклай И другие искатели земель были потомками птенцов сечи Принадлежу к месту встречи Волги и Каспии моря, Сигай Оно не раз на протяжении веков держало в руке весы девы русских И колебало чаши Вступил в брачные узы со смертью И таким образом женат Жил на Волге, Днепре, Неве, Москве, Горыне Перейдя перешей, соединяющий водоемы Волги и Лены Заставил несколько пригрышней воды Проплыть вместо Каспийского моря в ледовитые Переплыл залив судака три версты И Волгу и Натальянска Ездил на необузданных конях чужих конюшек Выступил с требованием очистить русский язык От ссоры иностранных слов Сделавших все, что можно ждать от десяти строк В 1913 году был назван великим гением современности Какое звание храню и по сие время О, рассмеетесь, смехачи, о, засмеетесь, смехачи О современной поэзии Слово живет двойной жизнью То оно просто растет, как растение Плодит трузу зруши и камней соседних ему И тогда начало звука живет самовитой жизнью А доля разума, названная словом, стоит в тени Или же слово идет на службу разуму Звук перестает быть свеликим и самодержавным Звук становится именем И покорно исполняет приказы разума Тогда этот второй вечной игрой цветет Друзой себе подобных камней То разум говорит, слушая звуку То чистый звук чистому разуму Это борьба мировых Борьба двух властей Всегда происходящей в слове Дает двойную жизнь языка Два круга летающих звезд В одном творчестве Разум вращается кругом звука Описывая круговые пути В другом звук кругом разума Иногда солнце звук А земля понятие Иногда солнце понятие А земля звук Или страна лучистого разума Или страна лучистого звука Не было на военной службе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Росу вишневую меча Ты сушишь волосом волнистым А здесь из смеха палача Приходит тот, чей смех неистов То черноглазую гадалкой Многоглагольная молчишь А то хохочащей русалкой На бивне мамонта сидишь Он умер, подымая бивни Опять на небе виден хорс Его живого знали вивни Теперь он глыба, он замерз Здесь скачешь ты Нежна, как зной Среди ножей свепла, как пламя Здесь облак выстрелов сквозной Из мертвых рук упало знамя Здесь ты поток времен убыстрела Скороговоркой судит плаха А здесь кровавой жертвой выстрела Ложится жизнь черепаха Здесь красных лебедей заря Сверкает новыми крылами Там надпись старого царя Засыпана песками Здесь скачешь вольной кобылицей По семикрылому пути Здесь машешь алую столицы Точно последнее прости Ветер, пение, кого и о чем Нетерпение, меча, быть мечом Люди леют день смерти Точно любимый цветок В струны великих, поверьте Ныне играет восток Быть может нам новую гордость Волшебник сияющих гор даст И многих людей проводник Я разум одену, как белый ледник Мы говорили о том, что читали хорошим Броненетрусесть и порог Поезд бежал разумным служаношем Смеей качаемый чертог За пишками стекол стукал Шадал подошвы ног И одурь сонная сошла на сонных кукол Мы были утесы земли Сосед соседу тихо шушукал Влад бега железного скользкой змеи Испуг вдруг оживил меня Почудилось, что жабры Блестят за стеклами в тени Я посмотрел, он задрожал Хоть оба были мы храбры Был ясен строй жестоких игол Так змей крылатый Что смерть, чума Или на охоте бобры Пред этим бредным жалом Им призрак нас дразнил И дрыгал Именно гордые народы Почести, хребты Над всем все попирая Призрак прыгал КОНЕЦ КОНЕЦ Вы помните о городе Обиженном чуде Чей звук так мило нежит звук И взятый из языка старинный чуде Зовет увидеть вас мастух Зверелье сельской Есть много меги сельском имени Молочный скот стабильным вывеним Немного робкий впереди реку Журчащий брод Все это нам передал название чужой народ Пастух Зверелье из березовой коры Ныне замолк за крохотом иной пары Где раньше возраст Растался мальчишеский прекрасный труп Там ныне высел задник Дыма смотрит щуп Где отражался воздух Оцвет коробьих ног Над рекой так перекинут моста Железную стопу и ног Раздору плахал Вчера и ныне город Невский В нем дружбы пепел И зова и слеп погасли Когда-то панули в голову Стрелецкий смол за шествую заплахай И о нем не в толпе многоколосый Величий голос заплакал В тебе любимый город Старушки что-то есть Усел из-за свой город И думает поесть Косунка и замахнулась Косунка непростая От и до края Глядит птиц черных стая 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Вы, поставившие ваше брюхо на пару толстых сваи, вышедшие, шатаясь из столовой советской, знаете ли, что целый великий край Может быть, станет мертвецкой. Вы думаете, что голод — докучливая муха, И ее легко можно отогнать? Но знайте, на Волге засуха! Единственный повод, чтобы не взять, а дать! Несите большие кроваи на сборы в голодной неделе, Ломать еды отдавайте, спасайте тех, кто посетили. Волга всегда была вашей кормилищей, Теперь она в полугробу, Что медствие просто не может усилиться. Кричите, кричите, Пустам, взяв трубу! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Когда девушка с бородой бросит обещанный камень, Вы скажете, Это то, что мы ждали веками! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Будничный рассудок Ее странная мудрость Разлагается на истины Заключенные в отдельных звуках ШМВП и т.д. Мы их пока не понимаем, честно сознаемся Но нет сомнений, что эти звуковые ученики Дерют, проносающиеся перед сумерками нашей души И мирных истин Если различать душе правительство, рассудка и бурный народ Чувств, то заговоры из-за умной языки Звучит совещание через голову правительства Прямо к народу чувств Прямой клич к сумеркам души или высшей точке народа Власти в жизни словно рассудка Прямой прием применяем в редких случаях Стихи могут быть понятными Могут быть непонятными Но они должны быть хороши Должны быть истовенными Речь высшего разума Даже непонятная Какими-то семенами Падает чернозем духа И позднее загадочными путями Дает свои всходы Разве понимает земля Без меня зерен Которые бросает в нее пахарь Нет Но сенний нива Все же вырастает ответом на эти зерна Впрочем, я совсем не хочу сказать Что каждое непонятное творчество Прекрасно Я намерен сказать Что не следует отвергать творчество Если оно непонятно Данному слою читателей 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Спасибо! Добро пожаловать в наш канал! А это мой папа! Владимир Владимир Владимирович! Голос! Спасибо! 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 Приятно было для вас! Спасибо! Спасибо! !